Как вести себя на допросе? С вами Екатерина Першина, адвокат. Подписывайтесь на меня, на моей странице вы найдете много интересного. Если вас вызвали на допрос и предложили помощь бесплатного адвоката, имейте в виду, значит вы уже проходите как подозреваемый либо обвиняемый. От бесплатного адвоката я рекомендую все-таки отказаться. Если на допросе вам предлагают свидетельствовать против себя либо своих близких, а вы этого делать не хотите, вы имеете право воспользоваться статьей 51 Конституции и отказаться от этого на законных основаниях. Если в протоколе допроса у вас есть какие-то замечания, обязательно вставляйте их туда, чтобы не оставалось пустых мест. В избежание того, чтобы там было что-то дописано за вас, делайте букву Z как прочерк. Обязательно оставляйте копию допроса себе, либо хотя бы просите ее сфотографировать, если вам разрешают. На этой копии должна быть подпись следователя, который проводит допрос. Если вы не знаете, что сказать, либо не помните, лучше говорите «я не помню», чем «я не знаю», потому что в случае, если вы говорите «я не помню», и это вы потом вспомните, это можно будет дополнить. Если вы говорите «я не знаю», данные показания уже не будут корректироваться.